и снова всем здравствуйте друзья мои привет привет интересная история тоже вы знаете замечаю очень часто как только увижу и найду какое-то очень красивое место чтобы вам его показать и тут же подхожу поближе и слышу пение птиц услышите птицы селятся в таких местах большом количестве им тоже нравится тоже нравится жить в красивых тихих и уютных местах там немного было шумно косят газоны англичане как обычно и я поэтому вот он опять включил не дает нам птиц послушать а что за птица поющая в сырновнике называется не дали не дали нам печугу послушать ё-моё вот эти деятельные англичане началась весна начались хорошие деньки солнечные и вот они тут все высыпали на улицу свои оккультуривать газоны и садики я хожу и много уже вижу таких на улице работают как-то даже не верится вот понимаете куда бы я не приехала где бы я случайно не остановила свою машину везде выйду и тут же столько красивых домов столько красивых садиков цветов коттеджей всяких замысловатых причудливых полисадничка впереди что я не знаю просто вот настолько красиво что даже можно просто вам вы знаете ходить ничего не говоря показывать всю эту красоту да и будет замечательное видео может быть даже иногда сделаю просто под музыку всем спасибо за позитив ваш за вашу такую положительную энергетику и за то что мы с вами продолжаем совместная наша творчество напоминаю вам еще раз друзья пожалуйста не забывайте смотрите рекламу не пропускайте чтобы моё видео как-то монетизировалась вот этот дом огромный красивый тоже очень двухэтажный прям так хочется даже его к нам заглянуть и вот этот вот белый дом посмотрите какой красивый да очень необычный и еще такая магнолия впереди практически расцвела но великолепно ведь три этажа у него вернее два этажа и мансарда сколько стоит это все дома в очень хорошем месте и очень удобно с видом на пролив с видом на океан поэтому эти дома конечно и посмотрите как они прекрасно выглядят они ухоженные все эти дома стоят наверное от миллиона фунтов стерлингов я думаю очень дорогие дорогая недвижимость если вы меня спросите а какой класс какое сословие живет в этих домах то я конечно же вам скажу что это это как раз высший средний класс других тут не получается да интересная такая история что после того как я рассказала что англия это классовое общество мне стали задавать вопросы такие интересные что кому какому классу относятся пенсионеры английские вот расскажите нам пенсионеры какому классу относятся друзья ну понимаете ли какая история что пенсионеры но это же не класс но на худой конец может быть какая-то партия пенсионеров да вот но как же может быть классом пенсионеры они все все люди состариваются и все люди из разных сословий из разных классов все когда-нибудь становятся пенсионерами поэтому вот здесь как-то я даже не могу вам и сказать о какому классу относятся пенсионеры они относятся к классу дорогу посмотрите еще один дом но не прелесть ли этот дом тоже такой вот хоть он конечно вроде как и не ярко выглядит по сравнению с кем рядом белым да но все равно у него же свое лицо обратите внимание он тоже заслуживает того чтобы я его вам показала согласитесь что домик тоже колоритный и интересный еще можно встретить там и тут в англии больших количествах вот именно к скамейки вот такие это не у них по моему видите но они отличаются от наших скамеек в скверах вот у них они именно вот так выглядят это вот классические такие английские скамейки которые можно встретить в парках где-то на прогулочных таких дорожках я люблю гулять в лесу вы знаете всегда вам тоже показываю большие красивящие деревья может быть конечно большинство предпочитает смотреть домики но вот деревья это тоже такая колоссальная вещь такая у деревьев мощная энергетика знаете вы об этом да вот те кто интересуется аюрведами те кто этот вопрос изучал наверное вот можно излечиться от любой болезни зная какое именно дерево тебе нужно применить вот говорят что даже излечивает вы знаете неподвижность паралич ног у кого вот какие-то проблемы с позвоночником это излечивает еловые деревья хвойные у них очень сильная энергетика и главное именно что не не рубить их а именно вот такие живьем применять вот это вот дерево я подошла смотрю что это за дерево думала эвкалипт да наверное все таки эвкалипт вы знаете тоже странно для меня было узнать что здесь тоже большом количестве в англии растут эвкалипты да да это эвкалипт тоже грандиозное замечательное дерево также дубы всех видов всех возрастов я имею ввиду маленькие большие но лучше конечно огромные большие это как лев у нас царь зверей так и дубы по моему это цари всех деревьев но может быть это мое такое вот впечатление есть конечно у нас и баба бы которые живут по тысячу лет мне кажется что все таки обладает очень сильной мощной энергетикой от дуб можно прислониться к стволу постоять по медитировать порелаксировать и вы наполнитесь энергией а еще знаете что дубы они притягивают молнии вот странным образом непонятно почему но если молния ударяет в дерево то это чаще всего будет дуб и не потому что он огромные высокие бывают выше деревья но вот именно молния притягивается дубом это как-то объясняется но я вот уже не помню и самое интересное что он молния притягивается именно живым деревом тоже тут вероятно какие-то действует высшие материи о которых мы еще даже не имеем никакого понятия как слепые котята все тут рядом с нами все принципе доступно нам но люди я же говорю как слепые котята они абсолютно ни о чем не подозревают и не догадываются солнышко немножко зашло но все равно птицы кричат во всю поют просто хожу просто показываю уже у меня для вас все рассказы кончились на сегодня место такое шикарное что хочу продолжать показывать это вы знаете все совсем недалеко от того места где я живу это деревушка сивью по которой я сейчас гуляю я все больше когда приходила говорила вам что сивью но вид на море в переводе да я гуляла в основном только по побережью по берегу океана здесь сегодня решила зайти на холм поглубже сюда вот видите показать вам всю эту красоту посмотрите что это за дом сейчас тоже обойду вокруг дом заброшен судя по всему нежилой в данный момент дом очень старый но он практически знаете что похож как на церковь свой архитектурой такой мой ой 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 как жалко что он заброшен но видите ли конечно же он заброшен а смотрится издалека супер вот он так зарос что даже к нему и не подойти не посмотреть мне же интересно посмотреть и вам показать ну вот даже не вижу я просвета вот это вот изгородь живая такая не вижу как зайти чтобы посмотреть поближе вот часто можно встретить вот в англии опять же такие заброшенные дома и в таком прекрасном месте он стоит вы же видите это то что я только что вам показала вот такие дома это как происходит умирают люди которые здесь долго долго жили когда-то да ну и дальше если родственников нет то сразу его никто не может не продать не забрать куда-то там я не знаю перепродать вот муниципалитет нет здесь нельзя они ждут несколько лет чтобы никто не но ждут пока кто-нибудь и на него может быть какие-то выставить свои права или претензии может быть найдут к найдутся какие-то родственники дальние или ближние и нужно выжидать там какое-то количество лет по-моему какое-то огромное количество лет нужно выжидать пока уже поймут все что эти люди были действительно одинокими и что уже на их недвижимость никто не претендует и потом этот дом как-то тут через государство через муниципалитеты он как-то продается может быть с аукционов продается я даже не знаю представляете как он уже давно стоит одинокий это я вот все-таки обошла этот дом со всех сторон нашла я маленькую калиточку как зайти то знаете что вот как интересно замечали вы когда-нибудь что если в доме живут люди даже если они его ну никак не поддерживают если они уже старые немощные и может быть ничего уже и не делают для того чтобы дом поддержать и все равно в нем кеплится жизнь и дом в котором еще люди живут он будет выглядеть по-другому даже если там совсем-совсем живет какой-то одинокий старый немощный человек а как только дом остается в одиночестве как только он осиротел то все он буквально за год начинает разрушаться и в нем уже и жизни нет и духа нет да замечали вы такое и он моментально просто приходит в упадок как это странно интересно вот этот домик точно также но вот видите у него антенна вроде бы как не так и давно он одинокий но он уже как брошенный старик или как бездомная собака он уже совсем совсем потерялся так ну не будем мы о грустном да мы же с вами на позитиве ведь я продолжаю показывать вам эти красивящие коттеджи эти дома со всех сторон великолепные знаете что еще что это у нас сейчас середина дня нет никого но вы знаете даже интересно еще что хочу сказать вам я по моему тоже рассказывала что если я допустим чем-то сильно заинтересовалась я подхожу поближе начинаю дом снимать что-то вам там говорю и стою возле дома снимаю с камерой и тут же этот дом оживает либо из окна либо вообще из двери выходят люди вот и они тут же начинают спрашивать интересоваться а что это вы тут делаете а почему это вы снимаете тут а что такое почему тоже такие случаи очень бывают часто со мной ну если я раньше ходила просто с мобильным телефоном и его было незаметно особенно что я снимаю а сейчас же аж говорю я с камерой хожу камера большая все видно вот людей нет никого только стоит где-то надолго остановиться чтобы вам показать поподробнее что вы тут же тут же тут же выскочит хозяева дома и будут спрашивать что и как так что не волнуйтесь люди есть везде еще какой модерновый посмотрите да здесь вообще-то я смотрю так все больше новые дома улица так хотя нет что же я говорю только что вам показала старинный дом заброшенный не поймешь если люди есть на улице если они идут то значит они куда-то идут по делу вот поэтому тоже я встречаю очень много собачников которые здесь гуляют собачками сейчас видите женщина с собачкой он она гуляет то есть просто так праздно шататься я же говорю нет у них здесь такого они не привыкли либо выгуливают собак либо уже занимается своими делами дома ну или уже ездят куда-то на машине что я говорю друзья я не знаю у меня сегодня такое благостное настроение и я просто гуляю и как говорится что вижу то пою да тема о частных школах которую я вам заявила уже но вы представляете что как-то вот такая тема что-то я подумала я получается если я начну рассказывать про частные школы то это будет опять про высший класс конечно же люди у меня все-таки больше интересуются как живет средний класс низший средний класс вот все время меня переводят туда посмотрите подхожу это тут тупик улица заканчивается это опять прайват видите написано что нельзя ходить вот такой опять огромный дом кто здесь живет наверняка живут люди которые имеют свой доход конечно же от 100 тысяч и выше в год наверняка и он ни в каком и не упадке и все с ним прекрасно и замечательно видите тут гравий наверное будут дорогу немножко улучшать все красиво долго не буду стоять посмотрите какой грандиозный вид из этого дома да я стою на земле а у них со второго этажа какой будет вид вот на этот грандиозный залив но я вам мельком покажу вот еще и сзади посмотрите сбоку он туда тянется и там сзади у него и он же видите недаром же он стоит здесь на самом краю улице потому что вся вокруг территории принадлежит этим людям там парк огромный сад огромный огромная территория а кто-то мне говорит какая чушь какая чушь что вы такое рассказываете чушь нету никаких различий что на 21 век и различий никаких нет но друзья как говорится я же спорить то с вами не буду но просто разуйте глаза как говорится именно в 21 веке у нас сейчас да и посмотрите что в россии делается какое произошло расслоение общества что вы 21 век и дальше что у нас расстояние между богатыми и бедными как от земли до солнца так я продолжаю идти друзья по этой же самой улице я просто свернула на прогулочную эту тропинку и вот понимаете если вы подумали что я уехала в лес то я вот вам показываю дома оставшиеся здесь чтобы вы поняли что я ни в какой лес не уехала а что вот это вот огромная поляна сейчас по которой я пойду с огромным дубом опять она просто центре вот этой севью вилоч представляете как живут они англичане да это же просто фантастика я не устаю на это повторять и восхищаться посмотрите насколько обхватов этот дуб ой-ой-ой сейчас я подойду примерно сейчас во-первых покажу вам его во всей красе да ну какой а теперь подойду потому что знаю что любите вы тоже деревья с их энергетикой посмотрите это же просто мамонт мамонт посмотрите как а какие у него корни такое впечатление что это лапа какого-то доисторического монстра представляете ну и вот я подошла вот такая я маленькая по сравнению с этим огромным при огромным дубом вот наверное четыре обхода прислоняйтесь медитируйте получаете силу огромную энергию еще хочу обратить ваше внимание вот на вот это огромное дерево посмотрите это же она опять вот какое она огромная огромная но она по практически по высоте так как тот дуб и посмотрите это же мимоза опять она уже отсвела потому что она здесь наверху да представляете мимоза вы мод когда-нибудь видели такие деревья и это мимоза я считала всегда что мимоза это маленькие кустики кустарник там у них еще и куры я иду уже далеко я даже не знаю сказать по правде куда я выйду сейчас я опять же здесь не была но это уже паблик волк так называемый это не никакая не запретная здесь территория а здесь территория для прогулок любых людей слышу там гуси слышу там куры похоже что какая-то ферма тут а ну и при том посмотрите какой модерновый огромный дом вернее даже дом то может быть и не очень огромный но посмотрите какое у него окно фантастика окно-то на всю стену но это наверное похоже что знаете все-таки не для жилья этот дом этот дом скорее всего чтобы снимать на лето не знаю я коттедж да нет реноун коттедж называется вот поворачиваюсь я от этого дома сюда посмотрите какая здесь у него панорамка к сожалению опять у меня начала моя камера вредничать и она у меня затемняет экран юмайо знаю почему сейчас я знаю что сзади дюйма и потом что панорамка и так далее вот фонтедж Что ж ты так кричишь? О, видали? Вот недаром говорят, что гуси спасли Рим, да? Как она орёт. Плость мне оттуда уйти, от этого крикливого гуся. А гусь, оказывается, зовут Аннабель. Вы представляете, друзья? Аннабель. Я немножко показала вам, что я действительно забрела на старинную ферму. Вот мужчину показала чуть-чуть. Долго мы с ним стояли, разговаривали. Хотела зайти показать вам ещё вот этот домик, но никак. Все эти постройки, как мне вот мужчина объяснил, это старинная была здесь ферма. Давным-давно уже теперь она не ферма, просто продана им. Вот он говорит, что он-то живёт здесь уже с маленького мальчика. Он помнит себя, когда они переезжали. Он был совсем маленьким мальчиком, как он рассказывает. И вот уже эта ферма была старая. Ну вот сколько ей тут лет, не знаю я. Судя по всему, очень старая. И вот этот гуся Аннабель. Как я только туда зашла, хоть это я и спросила, я смотрю, что вышел этот мужчина, гусь, стал орать. Слышали как, да? Ну и я испугалась, думаю, наверное, опять куда-то я не туда бреду. И вышел вот мужчина как раз. Я к нему подошла, говорю, расскажите, может я тут не туда зашла. Он говорит, нет, нет, это паблик, это можно всем гулять. Говорит, если вы пойдете туда дальше, вы спуститесь туда к океану. Вот сколько мы разговаривали довольно долго, столько этот гусь Аннабель орал, орал и орал. Невозможно. Но я потом спросила, я говорю, ну вот видите, гуси, они как собаки. Вот он увидел, что посторонний человек, он стал кричать. Говорю, ну это вот гуси спасли Рим, знаете же, да? Вот, ну и он стал смеяться, говорит, да, какой она ночью. Нам бывает концерт устраивает, когда здесь бегают лисы. Лисы, он говорит, мы специально вот ей там, видите, загородку такую плотную поставили, чтобы, не дай бог, ее лиса не съела. Вот, я говорю, а сколько ей лет-то? Он говорит, ей 12, представляете, я чуть не упала. Так вот, представляете, гусю 12 лет. Я даже вообще не знала, что гуси живут до таких лет. И я, конечно, удивилась очень. Говорю, ой, как вы меня удивили, что гусь, и ему 12 лет так долго живет. И что вы думаете, он продолжил эту тему? Он удивил меня еще больше. Он сказал, так ведь у нее, она вдова, у нее муж умер. Муж гусак недавно умер. Так вот, он был еще старше. Я говорю, а сколько же было гусакок? А он говорит, ему было 19 лет. Больше 19 лет, он немножко до 20 не дожил. И вот он умер бедный, своей смертью помер. Представляете, друзья? Вы слышали когда-нибудь такое? Ну, здесь я уже вообще без комментариев, как говорится. У нас-то ведь что? У нас гусей режут, забивают, так сказать, да? И даже понятия не имеют, сколько эти гуси могут жить. А здесь они вот у них живут, как домашние животные. Никто не обижает. И вот 19 лет прожил гусак. Ничего себе! Вот даже, наверное, интересно бы было посмотреть, а сколько же все-таки у них продолжительность жизни. Я спросила у мужчины. А вы не знаете все-таки, сколько продолжительность жизни у гусей? Он говорит, я понятия не имею, но он был уже очень старый, когда он помер. Вот такие бывают иногда, друзья, дела у нас. Вот такие бывают иногда случайные встречи, которые просто удивляют и, опять же, дают нам новую какую-то информацию. Ну, вот и все, наверное, на сегодня. Я уже с вами гуляю очень долго. На этом будем мы заканчивать на сегодня мой обзор для вас. Расскажу вам в следующий раз что-нибудь новое и привезу вас в какое-нибудь еще новое интересное место. Я бы хотела, друзья, пожалуйста, задавайте вопросы ваши, что бы вы хотели услышать и что бы вы хотели, какую тему. Может быть, что-то еще интересного мне подскажете. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok